Всем привет! Решила снять деревенский влог. Давно не было у меня видео такого формата. Я в течение недели буду показывать, чем занимаюсь, что делаю, потом смонтирую для вас видео. Вот буквально три дня назад я высадила огурцы, второй оборот, для открытого грунта. Высадила их по одному, а здесь два растения по два. Потому что я их сеяла в рассадные пакеты по два, не стала рвать корни, так и высадила. Здесь девять кустов. Я хотела их высадить в грядку после того, как уберу чеснок, но они уже начинают перерастать, поэтому я решила их посадить там, где капуста. Я здесь уже урожай сняла, голая земля осталась. Думаю, посажу огурцы, чтобы место не пустовало. Закрыла я очень толстым слоем соломы. Я их не буду подвязывать, они будут стелиться по земле, по соломе. Пролила уже жидким конским навозом. Все хорошо накрывать, я не буду спонбундом. Здесь, смотрите, зреет уже второй оборот капусты брокколи. Первый оборот уже убрала, я снимала видео. И здесь капуста цветная. Огурцы будут разрастаться, и здесь как раз капуста уберется, и будет уже место много и огурцам. Кстати, недавно снимала видео, наверное, буквально неделю назад, показывала перечно-огуречную теплицу. Смотрите, жаловалась на то, что огурцы и перцы плохо растут. Ну, набирают и высоту, и зеленую массу. Вот буквально прошла неделя, смотрите, какие кустищи выросли. Вот, отлично. Он уже и цветет. Я сняла уже две красные перчины. Вот какие высокие стали. Цветущие, все здорово. Огурцы тоже заметно подросли. Мы снимаем урожай, конечно. Я их кормлю также жидким конским навозом, жидким куриным навозом и гуматом калия. Ну, конечно, я это делаю не все вместе, а чередую. Вот такие кустищи перца. И все уже цветут. Так что урожай будет. Я сначала переживала, но ничего, все хорошо. Также уже зацвел горошек. Вот. Это первый оборот горошка. Потом будет, попозже еще посею и высажу как раз, когда уберу чеснок в эту грядку. Будет второй оборот горошка. Горошек я, конечно, едим мы свежим и мороженым. Очень вкусно получается. Супы зимой отличные. Зеленым горошком. И красиво, и очень вкусно. Детям очень нравится. Друзья, у меня распустилась такая красота, как вы думаете, что это? Это мак. Нежно-розового цвета, махровый. Можно сказать, что цветок пиона виден. Если с пионом сравнивать, они уже отцветают. Это соцветия пиона. А это мак. Очень-очень красивый. В этом году я соберу семена. Очень красивый. Он потом сам сеется из коробочек. И уже будет расти у вас всегда. Если его сеял очень давно, каждый год он сходит сам. 6 июля я буду собирать первый урожай баклажан, которые растут у меня на улице в мягких контейнерах. 35-литровых по 2 штуки. Высевала я баклажаны 14 февраля. И это гибрид Валентина. Выращиваю его уже несколько лет. Мне нравится. И вот сейчас буду уже срывать первый урожай. Вот такой урожай баклажан. Этого достаточно, чтобы запечь на костре. Я баклажаны не консервирую, так как в семье у меня их не едят. А мы просто запекаем на костре с другими овощами и делаем салат. Получается очень вкусно. Еще очень довольно-таки много здесь плодов. Но они маленькие еще. И сейчас, когда я срезала баклажаны, я обязательно их подкормлю жидким конским навозом. И поливаю баклажаны я прям по голове. Сегодня еще собрали смородину. Красную, черную сейчас промою, переберу. Буду закладывать в трехлитровые банки. Ягоды или фрукты я закладываю в банки много. Примерно половину, не меньше. Чтобы компот был насыщенный, вкусный. Вот на три банки сегодня и сделаю. Также закрываю клубничное варенье в такие небольшие баночки. Здесь 200 грамм. Отличный объем. Поесть за раз и все. И помыть банку. Клубничный компот я уже закрыла. И также варю компоты. Сейчас попить, охлаждаю. И замечательно идет к жаре. Ну, я сейчас буду этим заниматься. Смотрите, какая красота получилась. Помимо ягод в каждую банку я еще добавила по два листа черной смородины. Мне кажется, вкус получается намного интереснее. Крышки, которые нужно закручивать с помощью машинки, я использую вот такие елабужские. Очень хорошие крышки. Мне они нравятся. Вот такие. Они, конечно, подороже, чем обычные. Но они того стоят. Металл толстый. И прикасаться к такой крышке, конечно, очень приятно. Но самое главное, что она качественная. Советую такие крышки. Называются елабужские. Всем привет. Сегодня уже 11 июля. Я сегодня хочу подстричь гвоздику. Это можно было сделать, конечно, еще неделю назад. Но у нас каждый день шли дожди и сильные ветра были. Гвоздик красивое растение сизо-листвой. С бело-розовыми махровыми цветами. Это растение я высаживала в прошлом году небольшим кустиком. И смотрите, как хорошо оно разрастается. У меня два куста. Это самый большой и другой еще поменьше. Выходит из зимы она отличная. Зеленого цвета. И даже сейчас я состригу соцветия уже эти. И она также будет декоративно смотреться. Стричь я буду с помощью вот таких аккумуляторных ножниц. В прошлом году мне их подарили. Отличная вещь. Во-первых, быстро все. И менее трудоемко. Буквально сейчас 3-5 минут. И я этот куст весь обстригу. Состригать буду не только бутоны, но и чуть ниже. Аккуernо. Аккуernо. Союзные растения. Смотрите, буквально 2 минуты, и я все состригла. Гвоздика смотрится декоративно, даже без соцветий. Такая сизая подушка. Я раньше делала это просто садовыми ножницами. Просто это дольше времени занимает. А вот с помощью вот таких ножниц, конечно, все это проще и, конечно, быстрее. Еще хочу сейчас подстричь тую. Это тую смаракт. Я ее поставила на ножку. То есть я здесь все лишнее убрала и сформировала шарик. Такой чупа-чупс. И, конечно, нужно раза два или три даже за сезон подстригать ее, чтобы был ровный шарик и чтобы крона была густая. И вот с помощью вот этих ножниц я сейчас все это быстро сделаю. Вот полчаса аккуратный красивый шарик. Я сейчас это все уберу лишнее. Сегодня я также буду подстригать можжевельники скальные. У меня их в этом миксбордере довольно-таки много. Это сорт Bluey Row. Подстригаю для того, чтобы была плотнее крона, чтобы растение не разваливалось от ветра, от снеговой нагрузки. Вот один. Бывает даже два раза за сезон я и подстригаю. Вчера буквально срезала еще ведро томатной ботвы. И томаты хорошо теперь видно. Потихоньку срезаю. Раз, два, три дня. Убираю по три, по четыре листа. Мне написали в комментарии, что поподробнее рассказывать о сортах, которые у меня растут здесь в теплице. Вы знаете, я в конце сезона не только обзор делаю на томаты, на все сорта, которые я высаживаю, но показываю также и кусты, и урожайность, и сами томаты показываю, и разрезаю их. Поэтому будет в конце сезона подробный обзор, как всегда. Я знаю, что вы любите мои обзоры подробные. Ну, давайте я, допустим, здесь вот с края покажу. Это лискин нос. Очень хорошо завязался. Вообще первые четыре кисти завязались у всех томатов. Отлично. А вот пятая, шестая кисть потеряна. Ну, частично, потому что очень было жарко. На улице 32, в теплице я даже не знаю сколько. Это гибрид Кира, желтый черри. Очень стрессоустойчивый томат. И сначала к холоду, и к жаре. Ни одна кисть, начиная с нижней до самой верхней, не потеряна стрессоустойчивая. Это томат рядышком. Это требус. Тоже черри. Смотрите, какие красивые кисточки у него. Это красные томатики. Вот. Уже начинают потихоньку окрашиваться. Замечательный томат. Вот он от Киры отличается тем, что куст мощнее. А Кира, он более тонкий сам по себе куст. Вот тоже требус. Смотрите, какие красивые кисти у него. Вообще здоровские. Тоже начинает окрашиваться потихоньку. Это сорт черное сердце от Борисовны с носиком. Крупноплодный. С салатного назначения томаты. Сортовые. Вот. Это сорт Тетя Анна. Красный. Томат крупноплодный. Тоже салатного назначения. Очень вкусный. Каждый год я его высаживаю. Мне он очень и очень нравится. Первые томаты, конечно, самые крупные. Потом они чуть-чуть мельчают. Вот как я говорила, что пятая, шестая кисть частично теряется из-за жары. Но это в основном на сортовых томатах. Здесь у меня есть гибриды. Дальше уже не пойду. Вот. Тоже краснеет. Начинает окрашиваться. Допустим, здесь сладкий касади. Тоже начинает окрашиваться. Вот она. Томаты я сейчас просто поливаю раз в три дня, наверное, примерно так. В три-четыре дня, потому что у нас дожди сейчас идут и жара спала. Поэтому не часто поливаю. Полный полив я прекращаю в августе месяце. Я томаты еще не прищипывала некоторые. Особенно вот там гибрид. Он уже достиг крыши теплицы. Но для Московской области я считаю, что пока рановато прищипывать макушку. Вот в середине июля, ближе к концу, там числа 25-го, я уже все верхушки на томатах прищипну. Все, будет уже достаточно, чтобы возревали плоды, которые уже завязались. Просто посынкую сейчас их вот лишнее вот такое убираю и убираю листву нижнюю. Потихоньку буду убирать, потому что будет еще жара и томаты я слишком не оголяю. Потихоньку, потихоньку убираю. Урожай в этом году хороший. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году было меньше томатов. Потому что было более жарко лето и более засушливое. Но за счет того, что было сначала холодно, а потом жара, томаты все-таки завязались получше. Я думаю, у всех так. Под некоторые кисти я подставила горшочки, потому что очень-очень крупные томаты. Боюсь, что первые кисти могут оторваться крупные сильно. Вот так выглядит теплица. Двери открыты, фортички открыты. Смотрите, какое у нас опять небо. Заходит дождь, гремит. Я думаю, что будет дождь небольшой. Здесь растет томат в открытом грунте. Высокорослый. Даже не знаю, какой сорт, потому что не подписывала. Оставался лишний куст. Я его решила в открытый грунт посадить. Но он поспеет, я его узнаю. Потому что у меня все сорта и гибриды все разные. И можно узнать по плодам. Если, конечно, не будет пересорта. Смотрите, какие красивые носатые томатики. Потом в сорт посмотрю какой-то. Я подвязала к палочкам. Меня еще попросили рассказать, как я подписываю растения. Но растения я не все подписываю. Это или новинки, которые я еще не запомнила. Или названия растений сложные. Смотрите, для этого лучше всего подходят вот такие галышки. Это морские. Чем они хороши? Потому что они плоские и ровные. И на них очень хорошо писать. Но если нет таких, то, конечно, можно взять и просто камни где-то собрать. Вот это здесь где-то я нашла. Значит, беру я краску. Это маркер краска. Вот у меня здесь есть белый цвет, черный цвет. Я не знаю, одинаковые они по качеству или нет. Но вот этот X-Pro Profi черного цвета мне понравился больше. Вот. Если камень темный, значит, лучше белым маркером написать. Если светлый, лучше черным. Все. И подписываю. Вероника First Chase, допустим, или Лилия. Знаете, еще здесь такой момент, что лучше подписывать, когда вот этот маркер, он новый, полный. Потому что если он уже заканчивается и фломастер этот уже плохо пишет, то вот это название, оно со временем, буквально через месяц сотрется. То есть надпись должна быть жирная. Тогда очень хорошо держится на камнях. Вот так подписываю. Вот Лилия Динамикс. Вот так кладу. И очень симпатично смотрится. Не нужно ставить никакие флажочки, ложки и так далее. Потому что мульча. Ну, это неудобно и не очень красиво. А вот так камушек довольно-таки красиво смотрится. Смотрите, вот Вероника. Вот так рядышком кладу. И симпатично. Не выбивается из общей композиции. От всей Домсельского сейчас подойдем. Спирит. Вот так. Смотрите, и аккуратно, и красиво. Не нужно ничего особенного придумывать. Главное, красиво смотрится. И хорошо держится вот эта краска. А я иду вам показать. Помните, я вам буквально вот недавно снимала цветник. Это каменный цветок. Колокольчики. Это смеси выращивала из семян. И я вам утром сняла видео. Ну, днем. А вечером уже распустился белый. Как я и думала. Смотрите, как я угадала. Синий с белым. На контрасте будет очень красиво смотреться колокольчик. И столько еще бутонов. Это будет просто шапка из цветов. Сейчас уже вечер. Это вот подсолнухи, которые я выращивала в этом году. Они, конечно, еще не все расцвели. Но начинают потихоньку. Я эти подсолнухи выращиваю и высаживаю по периметру полностью. Курятника, буква Г. Здесь и низкорослые, и цветные. И подсолнухи, которые на семечку. Смотрите, какой шоколадный. Они очень хорошо закрывают курятник. Кур не видно. Ну и плюс я потом шляпки срезаю и отдаю курам, чтобы они выклевывали семечки. Из письма. Готовый. У нас очень хорошо. Немножко мое. Немножко пищемую. У нас много зимой. И так многокалан. Рахта в дом. Рахта в дом. И ухм. Рахта в дом. Смотрите продолжение в следующей серии. Я вам хочу показать черенки, растения которых я заказывала в фирме Агравиола. Они мне пришли то ли в конце марта, то ли в апреле. Есть обзор, можно пойти посмотреть. Смотрите, здесь 3 черенка я высаживала осиосперму, 3 расцветки, желтая, вот такая сиреневая красивая и такая же расцветка, только с белыми штрихами. Чуть подвял, я сейчас все полила. Хорошо цвел, прям вообще очень пышно. Это уже соцветы я срезала, скоро будет вторая волна цветения. Королевская пеларгония, все соответствует сорту, я ее и заказывала. Дальше пеларгония, по названиям я вам не скажу, не запоминала, но вот эта пеларгония, она фуксиевого цвета, хотя на картинке она была более сиреневого, вот как пересорт. Такую розовую я и заказывала. Здесь два одинаковых куста получилось, я такой сорт и заказывала по расцветке, а второй получилось, что я заказывала еще черенок петонии, а мне его не положили. И за место него, я так думаю, что положили вот вторую пеларгонию, второй черенок одинаковые. Эти две пеларгонии красную, такую розовую с белыми штрихами я покупала. Белую, это тоже от Агравиолы заказывала. Здесь у меня две клубневые бегонии, вот такая алая с темным листом и белая, видите, уже отцветает, но бутончики есть. Здесь, это я покупала уже готовым растением, не из семян, мне очень нравится бегония, высадила в горшочек. И вот такой еще заказывала в Агравиоле, цвет камера не особо передает, но красивый, наикрасивейший лососевый цвет. Смотрите, какой бутонище с руку. Я даже подставила палочки, потому что у нас ураганные ветра были два дня и, конечно, соцветия очень много поломало, очень много по цветнику здесь ввалялись цветы. Это у меня крупнолистная гортензия мисс Саори, помните, тоже заказывала два черенка, но это не от Агравиолы. И я когда уезжала, она у меня была на улице, это гортензия, и были заморозки. И, конечно, никто не убрал эту гортензию хотя бы в теплицу, и она очень-очень сильно подмерзла. В итоге один куст пропал, вот остался куст, я его теперь выхаживаю. Может быть, отойдет. Еще я заказывала в Агравиоле черенки фуксии. Очень требовательное, конечно, растение, хотя очень красивое. В этом году у меня, честно сказать, на фуксию не было времени вообще, и поэтому вот выглядит она не особо хорошо. Это вот как два деревца у меня, и здесь три, нет, здесь два кустика высажены. Я, наверное, с фуксией больше не буду заниматься, потому что очень требовательно, очень много нужно времени, заботы на этот цветок. И жарлух плохо переносит, ну, что говорить, кто занимается фуксиями, знает. Поэтому вот с фуксиями, наверное, все. Это от Агравиолы фирмы. В общем, в принципе, я довольна, все растения живы. Ну, два куста фуксии выпало у меня, а так, в принципе, все растет, все прижилось у меня. Я сначала эти, помните, высаживала черенки в больший коричневый кашпо, но объем земли большой, кустики были маленькие. Она у меня очень-очень долго сидела, наращивала корни, чтобы обвить всю эту землю корнями. Я решила, что вытащу их отсюда и пересажу в такие просто керамические горшки. Горшки все стоят у меня на веранде, на открытой. Это Миксбортер. Хочу на днях снять видео про этот цветник ривьеру. Давно я не показала, потому что еще многие растения уже зацвели. Нужно показать вам такую красоту. Обычно я здесь ставлю стул, и у меня вот такой обзор вечером. Наслаждаюсь. У меня в этом году немного горшечных культур, потому что времени нет у меня в этом году. Но в горшках цветы всегда красиво смотрятся, особенно на верандах. И на таком красивом фоне я хочу закончить этот деревенский влог. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Это всего лишь маленькая частичка дел. Работы очень и очень много, как, собственно говоря, и у вас. Поэтому спасибо, что подписываетесь на канал. Пишите комментарии. Я каждый комментарий читаю. Стараюсь ответить вам. Всего хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok